Глава седьмая По дороге на Ямскую улицу Ровенская сказала Володе, «Вы меня повезете сначала в самое роскошное учреждение, потом в среднее, а потом в самое грязное». «Дорогая Елена Викторовна», — горячо возразил Чеплинский, «я для вас готов все сделать, говорю без ложного хвостовства, что отдам свою жизнь по вашему приказанию, разрушу свою карьеру и положение по одному вашему знаку. Но я не рискую вас везти в эти дома. Русские нравы грубые, а то и просто бесчеловечные нравы. Я боюсь, что вас оскорбят резким непристойным словом или случайный посетитель сделает при вас какую-нибудь нелепую выходку». «Ах, боже мой!» — нетерпеливо прервала Ровенская. «Когда я пела в Лондоне, то в это время за мной многие ухаживали, и я не постеснялась в избранной компании поехать смотреть самые грязные притоны Уайт-Чепля. Скажу, что ко мне там относились очень бережно и предупредительно. Скажу также, что со мной были в это время двое английских аристократов, лорды, оба спортсмены, оба люди необыкновенно сильные физически и морально, которые, конечно, никогда не позволили бы обидеть женщину. «Впрочем, может быть, вы, Володя, из породы трусов?» Чеплинский вспыхнул. «О, нет, нет, Елена Викторовна, я вас предупреждал только из любви к вам. Но если вы прикажете, то я готов идти куда хотите. Не только в это сомнительное предприятие, но хоть и на самую смерть». В это время они уже подъехали к самому роскошному заведению на Ямках — к Треппелю. Адвокат Рязанов сказал, улыбаясь своей обычной иронической улыбкой. «Итак начинается обозрение зверинца. Их провели в кабинет с малиновыми обоями, а на обоях повторялся в стиле ампир золотой рисунок в виде мелких лавровых венков. И сразу Ровенская узнала своей зоркой артистической памятью, что совершенно такие же обои были и в том кабинете, где они все четверо только что сидели. Вышли четыре оцдзейские немки. Все толстые, полногрудые блондинки, напудренные, очень важные и почтительные. Разговор сначала не завязывался. Девушки сидели неподвижно, точно каменные изваяния, чтобы изо всех сил притвориться приличными дамами. Даже шампанское, которое потребовало Рязанов, не улучшило настроение. Ровенская первая пришла на помощь обществу, обратившись к самой толстой, самой белокурой, похожей на булку немке. Она спросила вежливо по-немецки, «Скажите, откуда вы родом? Вероятно, из Германии?» «Нет, гняди гефрау, я из Риги». «Что же вас заставляет здесь служить? Надеюсь, не нужда?» «Конечно нет, гняди гефрау, но, понимаете, мой жених Ганс служит кельнером в ресторане-автомате, и мы слишком бедны для того, чтобы теперь жениться. Я отношу мои сбережения в банк, и он делает то же самое. Когда мы накопим необходимые нам десять тысяч рублей, то мы откроем свою собственную пивную, и, если Бог благословит, тогда мы позволим себе роскошь иметь детей. Двоих детей, мальчика и девочку». «Но послушайте же, мейне фойлайн», — удивилась Ровенская. «Вы молоды, красивы, знаете два языка». «Три, мадам», — гордо вставила немка. «Я знаю еще и эстонский. Я окончила городское училище и три класса гимназии». «Ну вот видите, видите», — загорячилась Ровенская. «С таким образованием вы всегда могли бы найти место на всем готовом рублей на тридцать. Ну, скажем, в качестве экономки, бонной, старшей приказчицы в хорошем магазине, кассирши. И если ваш будущий жених — фриц, ганс, мадам, если ганс оказался бы трудолюбивым и бережливым человеком, то вам совсем нетрудно было бы через три-четыре года стать совершенно на ноги, как вы думаете?» «Ах, мадам, вы немного ошибаетесь. Вы упустили из виду то, что на самом лучшем месте я, даже отказывая себе во всем, не сумею отложить в месяц более пятнадцати-двадцати рублей. А здесь, при благоразумной экономии, я выгадываю до ста рублей, и сейчас же отношу их в сберегательную кассу на книжку». А кроме того, вообразите себе, гнядеге фрау, какое унизительное положение быть в доме прислугой. «Всегда зависит от капризы или расположения духа хозяев, и хозяин всегда пристает с глупостями. Пфуй, а хозяйка ревнует, придирается и бронится». «Нет, не понимаю», — задумчиво протянула Ровенская, не глядя немке в лицо, а потупив глаза в пол. «Я много слышала о вашей жизни здесь, в этих, как это называется, в домах. Рассказывают что-то ужасное, что вас принуждают любить самых отвратительных, старых и уродливых мужчин, что вас обирают и эксплуатируют самым жестоким образом». «О, никогда, мадам! У нас, у каждой, есть своя расчетная книжка, где вписывается аккуратно мой доход и расход. За прошлый месяц я заработала немного больше 500 рублей. Как всегда, хозяйке две трети, за стол, квартиру, отопление, освещение, белье. «Мне остается больше, чем 150, не так ли? 50 я трачу на костюмы и на всякие мелочи, 100 сберегаю. Какая же это эксплуатация, мадам, я вас спрашиваю? А если мужчина мне совсем не нравится, правда, бывают чересчур уж гадкие, я всегда могу сказаться больной, и вместо меня пойдет какая-нибудь из новеньких». «Но ведь, простите, я не знаю вашего имени...» «Эльза». «Говорят, Эльза, что с вами обращаются очень грубо, иногда бьют, принуждают к тому, чего вы не хотите и что вам противно». «Никогда, мадам!» — высокомерно уронила Эльза. «Мы все здесь живем своей дружной семьей. Мы все землячки или родственницы, и дай бог, чтобы многим так жилось в родных фамилиях, как нам здесь». «Правда, на Ямской улице бывают разные скандалы и драки и недоразумения, но это там, в этих врублевых заведениях. Русские девушки много пьют и всегда имеют одного любовника, и они совсем не думают о своем будущем». «Вы благоразумны, Эльза», — сказала тяжелым тоном Равинская. «Все это хорошо. Ну а случайная болезнь? Зараза. Ведь это смерть. А как угадать?» «Ты опять нет, мадам». «Я не пущу к себе в кровать мужчину, прежде чем не сделаю ему подробный медицинский осмотр. Я гарантированно, по крайней мере, на 75 процентов». «Черт!» — вдруг горячо воскликнула Равинская и стукнула кулаком по столу. «Но ведь ваш Альберт...» «Ганс», — кротко поправила немка. «Простите, ваш Ганс, наверное, не очень радуется тому, что вы живете здесь и что вы каждый день изменяете ему». Эльза поглядела на нее с искренним живым изумлением. «Но, гнадиге фрау, я никогда и не изменяла ему. Это другие погибшие девчонки, особенно русские, имеют в себе любовников, на которых они тратят свои тяжелые деньги. Но чтобы я когда-нибудь допустила себя до этого...» «Фуй!» «Большего падения я не воображала», — сказала брезгливо и громко Равинская, вставая. «Заплатите, господа, и пойдем отсюда дальше». Когда они вышли на улицу, Володя взял ее под руку и сказал умоляющим голосом. «Ради бога, не довольны ли вам одного опыта?» «О, какая пошлость! Какая пошлость!» «Вот я поэтому и говорю. Бросим этот опыт». «Нет. Во всяком случае, я иду до конца. Покажите мне что-нибудь среднее, попроще». Володя Чаплинский, который все время мучился за Елену Викторовну, предложил самое подходящее — зайти в заведение Анны Марковны, до которого всего десять шагов. Но тут-то их и ждали сильные впечатления. Сначала Симеон не хотел их впускать, и лишь несколько рублей, которые дал ему Рязанов, смягчили его. Они заняли кабинет, почти такой же, как у Треппеля, только немножко более ободранный и полинялый. По приказанию Эммы Эдуардовны, согнали в кабинет девиц. Но это было то же самое, что смешать соду и кислоту. А главной ошибкой было то, что пустили туда и Женьку, злую, раздраженную, с дерзкими огнями в глазах. Последней вошла скромная, тихая Тамара со своей застенчивой и развратной улыбкой Моны Лизы. В кабинете собрался в конце концов почти весь состав заведения. Ровенская уже не рисковала спрашивать, как дошла ты до жизни такой. Но надо сказать, что обитательницы дома встретили ее с внешним гостеприимством. Елена Викторовна попросила спеть их обычные канонные песни, и они охотно спели. «Понедельник наступает, мне на выписку идти, доктор Красов не пускает, ну так черт его дери». И дальше Бедная, бедная, бедная я, Козенка закрыта, болит голова. Любовь шармача, горяча, горяча, А проститутка, как лед, холодна. Ха-ха-ха. Сошлись они на подбор, на подбор, Она проститутка, он карманный вор. Ха-ха-ха. Вот утро приходит, он о краже хлопочет, Она же на кровати лежит и хохочет. Ха-ха-ха. Наутро мальчишку всыскную ведут, Ее ж проститутку товарищи ждут. Ха-ха-ха. И еще дальше Арестантскую. Погиб я, мальчишка, Погиб навсегда, А годы за годами Проходит лета. И еще. Не плачь ты, Маруся, Будешь ты моя, Как отбуду призыв, Женюсь на тебя. Но вдруг, к общему удивлению, Расхохоталась толстая, Обычно молчаливая Катька. Она была родом из Одессы. Позвольте и мне спеть одну песню. Ее поют у нас на Молдаванке и на Пересопе Воры и Хиппесницы в трактирах. И ужасным басом, Заржавленным и неподатливым голосом Она запела, Делая самые нелепые жесты, Но, очевидно, подражая, Когда-то виденной ей шансонетной певице Третьего разбора. Ах, пойду я к дюковку, Сяду я за стол, Сбрасиваю шляпу, Кидаю под стол, Спрасиваю, милую, Что ты будешь пить, А она мне отвечать, Голова болить. Я тебе не спрасиваю, Что в тебе болить, А я тебе спрасиваю, Что ты будешь пить, Или же пиво, Или же вино, Или же фиалку, Или ничего. И все обошлось бы хорошо, Если бы вдруг не ворвалась в кабинет Манька беленькая В одной нижней рубашке И в белых кружевных штанишках. С ней укутил какой-то купец, Который накануне устраивал райскую ночь, И злосчастный Бенедиктин, Который на девушку всегда действовал С быстротой динамита, Привел ее в обычное скандальное состояние. Она уже не была больше Манька маленькая И не Манька беленькая, А была Манька скандалистка. Вбежав в кабинет, Она сразу от неожиданности Упала на пол И, лежа на спине, Расхохоталась так искренно, Что и все остальные расхохотались. Да, но смех этот был недолг. Манька вдруг уселась на полу И закричала «Ура! К нам новые девки поступили!» Это было совсем уж неожиданностью. Еще большую бестактность сделала баронесса. Она сказала «Я патронесса монастыря для падших девушек, И поэтому я подолгу моей службы Должна собирать сведения о вас». Но тут мгновенно вспыхнула Женька. «Сейчас же убирайся отсюда, старая дура! Ветошка, половая тряпка! Ваши приюты Магдалины — Это хуже, чем тюрьма! Ваши секретари пользуются нами, Как собаки-падалью! Ваши отцы, мужья и братья Приходят к нам, И мы заражаем их Всякими болезнями нарочно! А они, в свою очередь, заражают вас! Ваши надзирательницы живут с кучерами, Дворниками и городовыми, А нас сажают в карцер За то, что мы рассмеемся Или пошутим между собою! И вот если вы приехали сюда, Как в театр, То вы должны выслушать правду Прямо в лицо!» Но Тамара спокойно остановила ее. «Перестань, Женя! Я сама!» Неужели вы и вправду думаете, Баронесса, Что мы хуже Так называемых Порядочных женщин? Ко мне приходит человек, Платит мне два рубля за визит Или пять рублей за ночь, И я этого ничуть не скрываю Ни от кого в мире. А скажите, Баронесса, Неужели вы знаете Хоть одну семейную Замужнюю даму, Которая не отдавалась бы тайком, Либо ради страсти молодому, Либо ради денег старику? Мне прекрасно известно, Что пятьдесят процентов из вас Состоят на содержании у любовников, А пятьдесят остальных, Из тех, которые постарше, Содержат молодых мальчишек. Мне известно также, Что многие, Ах, как многие из вас, Живут со своими отцами, Братьями и даже сыновьями, Но вы эти секреты Прячете в какой-то потайной сундучок. И вот вся разница между нами. Мы падшие, Но мы не лжем и не притворяемся, А вы все падаете И при этом лжете. Подумайте теперь сами, В чью пользу эта разница? «Браво, Тамарочка! Так их!» Закричала Манька, Не вставая с полу, Растрепанная, белокурая, Курчавая, Похожая сейчас на тринадцатилетнюю девочку. «Ну, ну!» Подтолкнула и Женька, Горя воспламененными глазами. «Отчего же, Женечка? Я пойду и дальше». «Из нас едва-едва Одна на тысячу Делала себе аборт. А вы все по нескольку раз. Что? Или это неправда? И те из вас, Которые это делали, Делали не ради отчаяния Или жестокой бедности, А вы просто боитесь Испортить себе фигуру И красоту. Это ваш единственный капитал. Или вы искали лишь Скотской похоти, А беременности кормления И мешали вам ей предаваться?» Ровенская сконфузилась И быстрым шепотом Произнесла по-французски. «Обратите внимание, баронесса, В ее положении Эта девушка довольно образована. Представьте, Я тоже заметила Это странное лицо, Но где я его видела? Во сне? В бреду? В раннем детстве? Не трудитесь Напрягать вашу память, Баронесса!» Вдруг дерзко И так же по-французски Вмешалась в их разговор Тамара. «Я сейчас приду К вам на помощь. Вспомните только Харьков, Гостиницу Конякина, Антрепренера-соловейчика И одного лирического тенора. В то время вы еще Не были баронессой де...» Впрочем, Бросим французский язык. «Вы были простой хористкой И служили со мной вместе. Но скажите, ради Бога, Как вы очутились здесь, Мадемуазель Маргарита?» «О, об этом нас ежедневно Расспрашивают». Просто взяла и очутилась. И с непередаваемым цинизмом Она спросила. «Надеюсь, вы оплатите время, Которое мы провели с вами?» «Нет! Черт вас побрал бы!» Вдруг вскрикнула, Быстро поднявшись с ковра Манька Беленькая. И вдруг, вытащив из-за чулка Два золотых, Швырнула их на стол. «Нате! Это я вам даю на извозчика! Уезжайте сейчас же, Иначе я разобью здесь Все зеркала и бутылки!» Ровенская встала И сказала с искренними Теплыми слезами на глазах. «Конечно, мы уедем, И урок мадемуазель Маргарит Пойдет нам на пользу. Время ваше будет оплачено, Позаботьтесь, Володя. Однако вы так много пели для нас, Что позвольте и мне спеть для вас». Ровенская подошла к пианино, Взяла несколько аккордов И вдруг запела Прелестный роман с Доргомышского. «Расстались гордо мы, Ни вздохом, ни словами Упрека ревности тебе не подала. Мы разошлись навек, Но если бы с тобою Я встретиться могла, Ах, если б я хоть Встретиться могла! Без слез, без жалоб Я склонилась пред судьбою, Не знаю, сделав мне Так много в жизни зла, Любил ли ты меня, Но если бы с тобою Я встретиться могла, Ах, если б я Хоть встретиться могла!» Этот нежный и страстный романс, Исполненный великой артисткой, Вдруг напомнил всем этим женщинам О первой любви, О первом падении, О позднем прощании На весенней заре, На утреннем холодке, Когда трава седа от росы, А красное небо Красит в розовый цвет Верхушки берез. О последних объятиях, Так тесно сплетенных, И о том, как не ошибающееся Чуткое сердце Скорбно шепчет «Нет, Это не повторится, Не повторится!» И губы тогда были Холодны и сухи, А на волосах лежал Утренний влажный туман. Замолчала Тамара, Замолчала Манька-скандалистка, И вдруг Женька, Самая неукротимая Из всех девушек, Подбежала к артистке, Упала на колени И зарыдала у нее в ногах. И Ровенская, Сама растроганная, Обняла ее за голову И сказала «Сестра моя, Дай я тебя поцелую!» Женька прошептала ей Что-то на ухо. «Да это глупости!» Сказала Ровенская. «Несколько месяцев лечения И все пройдет!» «Нет, нет, Я хочу всех их сделать больными! Пускай они все сгниют И подохнут!» «Ах, милая моя!» Сказала Ровенская. «Я бы на вашем месте Этого не сделала!» И вот Женька, Эта гордая Женька, Стала целовать колени И руки артистки И говорила «Зачем же меня люди Так обидели?» «Зачем меня так обидели?» «Зачем?» «Зачем?» Такова власть гения. Единственная власть, Которая берет в свои прекрасные руки Не подлый разум, А теплую душу человека. Самолюбивая Женька Прятала свое лицо В платье Ровенской. Манька Беленькая Скромно сидела на стуле, Закрыв лицо платком. Тамара, Опершись локтем о колено И склонив голову на ладонь, Сосредоточенно Глядела вниз, А швейцар Симеон, Подглядывавший На всякий случай у дверей, Таращил глаза От изумления. Ровенская Тихо шептала В самое ухо Женьки. «Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается Так плохо, Хоть вешайся. А глядь, Завтра жизнь Круто переменилась. Милая моя, Сестра моя, Я теперь мировая знаменитость, Но если бы ты знала, Сквозь какие моря Унижений и подлости Мне пришлось пройти. Будь же здорова, Дорогая моя, И верь своей звезде!» Она нагнулась к Женьке И поцеловала ее в лоб. И никогда потом Володя Чеплинский, С жутким напряжением Следивший за этой сценой, Не мог забыть Тех теплых и прекрасных лучей, Которые в этот момент Зажглись в зеленых Длинных египетских глазах Артистки. Компания невесело уехала, Но на минутку Задержался Рязанов. Он подошел к Тамаре, Почтительно и нежно Поцеловал ее руку И сказал, «Если возможно, Простите нашу выходку. Это, конечно, не повторится. Но если я когда-нибудь Вам понадоблюсь, То помните, Что я всегда к Вашим услугам. Вот моя визитная карточка. Не выставляйте ее На своих комодах, Но помните, Что с этого вечера Я ваш друг». И он, еще раз Поцеловав руку у Тамары, Последним спустился с лестницы. Продолжение следует...